В региональном парламенте В эфире парламентский вестник. Здравствуйте! Открыл мероприятие председатель Думы Ставрополья Геннадий Егубов. Он отметил, публичные слушания – это реализация общественного контроля за расходованием бюджетных средств, а также залог качественной работы над проектом закона о бюджете на следующий год. Пандемия расставила приоритеты и в работе всех органов власти. Все первоочередные цели, которые планировались при принятии бюджета на 2020 год, отошли на второй план. А главной задачей стала защитить земляков и поддержать экономику региона. Ключевым вопросом стало совершенствование бюджетной политики. Важно было, что бюджет и в новых условиях продолжал оставаться устойчивым, отвечал вызовам времени и предусматривал возможности по развитию Ставропольского края. Дума края постоянно следит за качеством реализации бюджета. И мы считаем, что в целом на Ставрополе удалось рационально использовать бюджетные средства и обеспечить выполнение обязательств нашего региона. В прошлом году не прекращалась реализация национальных проектов. Появились новые рабочие места, продолжали строиться социальные объекты и благоустраиваться территории. Коронавирус не остановил жизнь в регионе. И это, конечно же, самое главное наше с вами достижение. Коллеги, в скором времени в Думе начнется работа над бюджетом 2022 года и плановыми бюджетами 2023-2024 года. И для нас очень важно сегодня услышать предложение по оптимизации использования бюджетных средств с учетом того непростого бюджета 2020 года, который мы с вами все отработали и исполнили. Подробный годовой отчет об исполнении бюджета прошлого года депутатам и приглашенным представила руководитель Министерства финансов края Лариса Калинченко. Объем доходов бюджета Ставрополья в 2020-м составил 139,8 миллиарда рублей. Объем расходов – 143 миллиарда. По сравнению с 2019 годом доходов в бюджете стало больше почти на 20%. Лариса Калинченко пояснила, что обусловлено это существенным ростом помощи из федерального центра в связи с пандемией. Объем безвозмездных поступлений в регион из бюджета страны увеличился в полтора раза. Из 25,5 миллиардов рублей дополнительной финансовой помощи более 45% – это помощь разовая, которая была нам оказана как субъекту и как всем другим субъектам Российской Федерации. В связи со снижением деловой активности и, соответственно, доходов и для проведения разовых мероприятий, связанных с противодействием распространению ковид. Всего же расходы, которые были вынуждены мы сделать с вами дополнительно, в прошлом году составили более 11 миллиардов рублей. И более третий из них – это средства краевого бюджета. 3 миллиарда рублей – это расходы краевого бюджета, как налоговые преференции, так и прямые расходы. Куда же они были направлены? На следующем слайде видна расшифровка. Прежде всего, это, конечно же, поддержка людям, потому что людям в этой ситуации было тяжелее всего. Почти 62% этих расходов – это социальная поддержка работающих граждан, это социальная поддержка отдельных категорий граждан, чьи доходы резко упали. Конечно же, это здравоохранение. Более 2 миллиардов рублей было направлено на учреждение здравоохранения, на выплаты заработной платы дополнительной медицинским работникам, социальным работникам, на приобретение оборудования, оснащение кислородом, приобретение рециркуляторов учреждения бюджетной сферы, создание дополнительного коечного фонда, СИЗы и так далее. Благодаря совместной работе органов исполнительной власти региона, краевых законодателей и муниципалитетов, бюджет Ставрополья в 2020 году сохранил социальную направленность. На эту сферу направили свыше 95 миллиардов рублей, что выше показателя 2019-го на 27%. Практически половина всех средств пошла на реализацию мер поддержки и различных социальных программ. Так, семьям с детьми направили почти 15 миллиардов рублей. Также хочу обратить ваше внимание на существенный рост по субсидиям. 21 миллиард всего мы получили и практически почти более 50% прирост к 2019 году. За счет чего? У нас увеличилось число целевой финансовой помощи. С 48 до 65 видов финансовой помощи субсидий мы стали получать больше. Но и очень отрадно, мне кажется, нужно отметить этот факт, что у нас появились новые виды финансовой помощи, которые мы впервые в 2020 году с вами передавали и муниципальным образованиям в том числе. Например, это питание детей в начальной школе. У нас теперь вся начальная школа питается бесплатно. У нас впервые семьи, имеющие детей в возрасте от 3 до 7 лет, стали получателями финансовой помощи из Российской Федерации. Беспрецедентные 8,8 миллиарда рублей направили в реальный сектор экономики и средств федеральной и краевой казны, что на 500 миллионов больше, чем в 2019-м. Предприятия малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях получили поддержку в виде налоговых преференций в размере почти 2 миллиардов рублей. Среди них снижение ставок по налогам, уменьшение размера арендной платы. В крае продолжали исполняться мероприятия по реализации национальных и рек проектов. В прошлом году на эти цели направили свыше 19 миллиардов рублей. Коронавирус не стал препятствием и для развития материально-технической базы учреждений социальной сферы. В 2020-м в крае завершили строительство 16 детских садов, школы, двух объектов культуры, трех объектов здравоохранения и пяти спортивных объектов. Участники слушаний смогли задать вопросы по докладу. Они касались мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, строительства и ремонта медицинских и образовательных учреждений. Для чего это важно? Буквально в следующем месяце начинается работа над бюджетом следующих периодов, уже над бюджетом 2022 года. И нам важно, чтобы он был качественным, этот бюджет, потому что сегодня нам важно сохранить социальные направления все. Президент поставил новые задачи по поддержке семьи. Сегодня очень важно, чтобы были исполнены все национальные проекты и анализ работы бюджета 2020 года, соответственно, бюджета 2021 года даст качественное наполнение бюджета 2022 года. В Думе Ставрополья продолжается работа над совершенствованием краевого законодательства по содержанию защитных лесополос. Вопрос рассмотрели на совещании в Комитете Думы по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии. Как прозвучало, лесополосы, необходимые для защиты полевых и пастбищных земель от эрозии, для Степного Ставрополья, где недостает влаги в почве, наличие таких лесных насаждений всегда было и остается актуальным. Лесополосы, созданные в советское время, долгие годы были бесхозяйными. Их правовой статус не был урегулирован как на федеральном, так и на региональном уровнях. Не решался вопрос их учета и содержания. Велась незаконная вырубка. Вопрос начал активно решаться в действующем созыве Думы. В крае обследовали земельные участки, занятые защитными лесными насаждениями. Оформили в региональную собственность более 38 тысяч гектаров. За них теперь отвечают лесхозы. Примерно столько же предстоит поставить на кадастровый учет в ближайшее время. Краевым законам предлагается уточнить случаи проведения выборочных и сплошных рубок деревьев и кустарников в лесополосах. Регулируется методика расчета вреда, причиненного вследствие незаконной рубки лесополос, а также порядок выдачи разрешения на проведение работ при сооружении и эксплуатации линий связи, электропередачи, трубопроводов, дорог и других объектов. На Ставрополье будут совершенствовать формы и методы укрепления института семьи. Председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Валентина Муравьева приняла участие в работе регионального круглого стола по повышению рождаемости. Как отметили участники, в Крае ежегодно регистрируется чуть более 30 тысяч рождений. Эта цифра в последние годы растет небольшими темпами. В процессе обсуждения были предложены различные меры поддержки многодетных семей, мотивации поощрения медработников, психологического сопровождения беременных женщин, создания ряда необходимых условий для устойчивого роста рождаемости. В Думе Края презентовали эскиз памятного знака Ставропольцам, погибшим в Крыму в Великую Отечественную войну. Знак предлагается исполнить в виде мемориального камня, на котором будут высечены слова в память о земляках-защитниках Отечества. Памятник планируют установить к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В мемориальном комплексе концлагерь «Красный» в селе Мирном Симферопольского района Республики Крым. Одним из самых жестких, кровопролитных и героических боев стали бои за оборону, затем освобождение Крымского полуострова. Хочу просто сказать о том, что мы беседовали с Николаем Анатольевичем Аханько, что Крым, Кубань, Северный Кавкрат всегда рассматривались как единая, если не един, то агломерация, которая тесно связана этой территорией. И вот, начав эту работу еще с 2018 года, актуализировая списки погибших, сначала у нас были списки на 1126 погибших, а сегодня, чтобы, так скажем, время не тратить на это, да, перечисление, а сегодня уже более 2,5 тысяч погибших с Творопольча за освобождение Крыма. И это, к сожалению, не последняя цифра. Далеко не последняя цифра. В Крыму создан мемориал, где было предложено всем, с учетом больших потерь, всем субъектам Российской Федерации поучаствовать в создании мемориала, установив свои памятные сдаки, памятники своим землякам. Мы также откликнулись, участвуем, с нами солидарен и поддерживает эту идею и эту работу губернатор правительства края. И совсем недавно мы направили под руководством Петра Петровича Марченко рабочую группу от правительства Думы края, сообщества, значит, художники наши, союз художников, музей краевой, я так коротко говорю, вот, для, с тем, чтобы на месте сделать эту рекогностировку, вот. И к дате она уже очень близко, 22 июня, поставить нашим землякам, павшим землякам на Крымской земле, поставить этот памятный знак, этот памятник. 3D-визуализацию памятного знака на заседании Комитета по казачеству безопасности, межпарламентским связям и общественным объединением Думы Ставрополя представила автор проекта, преподаватель Краевого художественного училища Анастасия Акопян. Краевые парламентарии разработанный эскиз памятного знака поддержали. На заседании Комитета также прозвучало предложение рядом с памятным знаком заложить капсулу с частицей Ставропольской земли, а также установить информационное табло, на котором можно будет прочитать о подвиге земляков и найти имя своего героя. На этом наш выпуск завершается. Увидимся ровно через неделю, 26 мая в 19.15. Субтитры создавал DimaTorzok